Добрый день, церковь! У нас такое эхо будет, да, все служение? Значит, я хочу посидеть и стоить. Меня зовут Ольга. Я ездила в Москву. И церковь за меня молилась. Эта поездка была очень спонтанной. Я переживала. А я притесняла? Ну, я поехала, потому что мои люди молились за меня. И когда я разговаривала с Александром, я говорила как аргумент. Я говорю, моя команда молится за меня. Мне нужно приехать в Москву и быть вместе с ними. И слава Богу за нашу церковь. Вы тоже помолились. И Господь начал все устраивать. Господь, свечку предвиди. Александр вспомнил, что нам, С7, должны деньги. И Александр вспомнил, что от С7 им должат пари. Ну и практически нам был недорогой билет. Из этого билета был еще не скоп. Нас не оплачивала карта болгарская. Болгарская карта не может местные доплачтами. Но тот, кто хотел, чтобы я приехала в Москву. Ну, то есть, какой-то искал, зада утили в Москву. Все оплатили своими картами. И психку оплатил освоите карте. Потом я вспомнила, что нашему сыну надо какие-то супер-пупер линзы. И вспомнил, что мой сын зануждают снег, как вы специально лежите. Но в Болгарии их нету. Я подумала, может быть, они в Москве есть. И они там были. Моя подруга села на машину, объехала все магазины. Скупила эти линзы по скидке. На полгода вперед. Я говорю, боже мой, а если линзы не подойдут? Если он не сможет их носить? Я пошла тут в местную оптику. Попросила у них линзы купить. Они говорят, я могу вам подарить. Я говорю, господь, ну ты что-то великий просто. Мы попробовали, все нормально. У меня была очень тяжелая дорога. Через Стамбул, ночной автобус, потом самолет. Но Господь сверхъестественным образом меня везде проводил. Мы два дня проводили семинар. По сути, мы служили. Общались. Общувахмесе. Касались сердец людей. Свидетельствовали. И уже в конце второго дня. Я подумала, господь, как хорошо ты все устроил. И помыслях, господи, как всичку добре си направил. Но я же любимая девочка Бога. Я сам любима дештеряна Бога. У меня звонит мой знакомый. И говорит, ты в Москве? И мы питали, в Москва ли си? Говорит, я сегодня приехал с Питера. И то казалось, дойдох от Питера. Давай увидимся. Некогда си видим. Я говорю, а где я тебя найду? И я спитам, къде что ты намерил? Говорит, а я у тебя в отеле заселился. А с живем в твоем отеле. Чисколько ты будешь свободна? След колко уж ты будешь свободна? Минут 30. И то казалось, то есть, след 30 минут. Говорит, только у меня карта не работает. Само, че карта не мне не работает. Вопрос, я тебе угощу. И то казалось, что ты будешь черпан. И мы встретились с нашим одним другом. Вот вы знаете его, Дмитрий Лобехов. Твое Дмитрий. И мы пошли в парк. Мы пошли в парк Сокольники. Это лес. Твое горо. И я два дня сидела в помещении. Два дня в стае, в помещении. И Господь меня повел в лес. И Господь меня повел в горо. Подышать, отдохнуть, поговорить. И вот этот мужчина, он мне столько проповедовал во все мои проблемы, во все мои вопросы. Рассказывал, как ему Бог дом подарил. Как он за 4 года почти миллион долларов долгов отдал. Я так наполнилась. Потом мы сходили в хороший ресторан. И говорю, Господи, я учусь принимать Твои благословения. Это было так удивительно. И когда мы уже пришли в гостиницу, оказалось, что из 26 этажей он расстелился именно на моем этаже. И вы можете был напротив. Я говорю, ну это точно. Это вот точно для меня все. И я сказала, точно всичку за мен. Да, но это было не все. Когда я села в самолет. Напротив, около меня был один парень молодой и мужчина взрослый. Успешный бизнесмен, у которого собственная фирма. Успешный бизнесмен со своими сыновьями. Который много путешествует. Много путува. Очень любит свою жену. Много убитая жена себя. Выучил двух своих сыновей. Научил своих двумя сыновей. И я ему задавала все вопросы. И задавала ему всички вопросы. В чем секрет успеха? Какие принципы работы с людьми? Какие принципы работы с людьми? И я чувствовала, что мне отвечает Господь. Поэтому я хочу Бога очень сильно поблагодарить, прославить. Чтобы мы не боялись куда-то выходить из зоны комфорта. Потому что чудеса его начинаются именно там. Спасибо. Амин. Благодаря. Слава Богу.